Открою великую тайну вам сейчас. Приготовьтесь. Страшная тайна, она просто изменит всю вашу жизнь. Смотрите. Тайна об аттестате образования. Заключается в том, что он похож на унеулагимого ковпоя Джон. Что не уловимый ковпоя Джон, почему он не уловимый? Потому что он никого не душит. Я не могу про ковпоя. Все так сильно прудятся. Кто из вас оценки хоть раз кому-то показал свои в институте? Закончили диплом? Вот этот диплом. Закончили. Я говорю, закончили. Вот диплом. Все. Оценки кто-то показывал? Нет? Поднимите руку. Кто оценки показывал? Как много. Пять человек. На работе спросили у вас. Мужу. А вот у меня, я даже диплом врача никому не показал свою жизнь. На меня смотрят все и сказали, ну, твой врач. Понимаете, система какая? Система заключается в том, что люди сильно направлены... Ах, хинди. Не выучил диплом. Дрифт по хинди. Все, капец. Да он никому не нужен, этот диплом, понимаете? Никому не нужен. Нужен человек. Если человек талантливый и развился, да? Он поступает в институт препарат. Что, тупые, что ли? Если тупые преподаватели принимают экзамен в институте, не надо поступать. Надо поступать в тот, где не тупые. Означает, видят человека, а не диплом. Они смотрят. Какой человек развитый? Амм, похинит три. И на мавриканском тоже не умеет рассказать. Ну, зато в нашей специальности, куда он поступает, в гласные, все берем. Означает талантливый человек, попадет в нужные руки. Талантливый преподаватель не обязательно будет в Гембридже там или еще где-то там, за горизонтом. Талантливый преподаватель может жить в простом, в простой деревне. Вот я сейчас живу в селе Азовское. В Краснодарском храме. Знаете, чем это село знаменателем? В этом деревне, в этой маленькой поселочке, недалеко как раз от того места, где я живу, раньше жил уникальный человек, который открыл уникальную школу, в которой он дал правильное понимание, как образовывать детей. Щетиня. Потом эта школа переехала в другое место. Но так или иначе была деревня, и сейчас деревня осталась. Там хуры до сих пор ходят по улицам. Сейчас на многих деревнях это вообще не увидишь. Маленькая такая, задрипанная деревня. Там самое лучшее образование дети получали в стране, фактически. Но и до сих пор никто не может признать, что это так. Почему? Потому что самое лучшее всегда недоступно от средних умов, понимаете. Это не факт, что там, где очень элитно, там и есть самое лучшее образование. Самое лучшее образование там, где люди сердце отдают своё. Когда человек отдаёт сердце, ему всё равно. Высокое положение в обществе занимает или низкое. Он просто любит детей, и всё. Понимаете, это очень редко встречается. И за деньги ты не будешь. Для этого надо самому жить сердце, и тогда таких людей ты будешь видеть в своём сердце. Понятная система? Здесь не деньги помогают, а правильный путь, который ты выбрал в своей судьбе, и даёшь его своим детям. Не надо детей настраивать на отметке. Это означает страсть и убийство жизни ребёнка. Не надо на элитность детей настраивать. Надо настраивать его на сердечность своего ребёнка. Потому что истина не в элитности заключается в глубине человека. Никому элитные не нужны люди. Вот если, допустим, вы фирму открыли, смотрит, пришёл такой элитный. Я закончил там, туда, сюда. Берите, я у вас буду против меньше. Если вы берёте, значит, вы не развитый человек. Потому что возьмите того человека, который просто смиренно, скромно будет вам помогать. Он пускай получил хорошее образование, но он ведёт себя очень учтиво. Это значит, что он будет чудом в вашей фильме. Он всё разовьёт, он сделает всё прекрасным. И при этом ничего не попросит. Понимаете, означает элитный человек. Но глупость нашей цивилизации заключается в том, что мы этого не можем сейчас видеть. Мы ослепли. Мы видим вот эти вот мыльные пузыри вокруг себя. И думаем, что это и есть самое крутое. Но люди, которые немножко пожили, они понимают, куда смотреть потом. Но так мыльные пузыри и создают все вокруг. Понимаете, люди вкладывают огромные деньги в образование своих детей, для того, чтобы запихать его вот в этот вот мыльный пузырь очередной. А зачем? Для чего? Чтобы он потом ходил и говорит, вперёд? Настоящее образование. Веды говорят настоящему образованный человек. Первое его качество – это скромность. Скромность или смирение – это первый признак образованного человека. Если человек не везёт тебя скромно и смиренно, дальше на всё остальное смотреть не надо. Потому что он просто недоразвитый. Недоразвитый и всё. Я как-то разговаривал с одним человеком. У него очень много титулов. И он возглавляет целый институт. Очень институт такой мощный. И он весь разговор мне рассказывал, сколько у него академиков в институте, и сколько он воспитал профессоров. И весь разговор был вокруг только одной личности. Мы угорели с ним где-то 20 минут. Весь разговор был вокруг одной личности только. Его персону. Я был в шуте. Я был в шуте, что человек уже получил столько степеней учёных. И при этом он не понял самую главную истину. Что образованность, учёность человека заключается в его способности поставить себя ниже других. Если он не способен совсем на это, это значит, что он совсем не образованный. Если он чуть-чуть на это способен, значит чуть-чуть образованный. Если сильно способен, сильно образован. Есть пример, как себя, допустим, вел Суворов. Он всегда служил своим солдатам. Когда он ходил доказать, что надо сменить одежду в армии, это амбуднирование, он пришел к просто царице, сел рядом с ней, и у него треснуло по попе. Представляете, главный командующий армии пришел, у него при всем по попе треснуло одежда. И так как он был очень смиренный, он сказал, вы знаете, у нас все как солдаты ходят, как в этом воевать? Сразу же поменяли одежду в армии, она стала удобной уже. Понимаете, это результат правильного понимания вещей. Настоящий человек должен стремиться к настоящим, а не к мыльным пузырям. Поэтому нет никакого смысла этих очень сильно крутых дипломов. Нет в этом смысла. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!